В первом послании апостола Иоанна, 1 глава 7 стих, говорится Если ходим во свете, как Он во свете, имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь очищает при двух условиях. Ходить во свете, то есть не во тьме, дела света творить, и иметь общение. На это как-то мало обращают внимания. Но я живу один. Какое общение, когда человек в пустыне забился, корешками питается? Никакого общения нету ни с кем. Друг с другом. То есть все мы должны быть близкие друг к другу. Это проявляется, если у тебя есть вот это общение в болезни. Сегодня 17, а вчера 16. Я сидел за столом, нормально, все так показываю, когда я показываю. И здесь вот у меня пленки эти, катушки. Я ногу подставляю повыше, вот она, на нее. Стал подниматься, и прям подвихнулась, как будто нога. Задеть нельзя, как иглами, все. Я не понял, даже не понял, не болело, ничего нету. Сразу в валенках еще здесь, надо снимать. Снимать не дает, потому что нога изгибается, валенок заталкивает. Вот это да. Пока пришли братья, она у меня нога вообще не дает коснуться. Даже ногу поднимать не дает. Вот вызвали скорую помощь, и вот такую бумажку они дали. Вот они осмотрели. Вот как-то показать ее надо. Вот что тут написано. Так, НД 130 на 80, это давление. Так, температура 36,1. Куда лучше-то? Станция скорой помощи, медпомощи. Сигнальный лист для сведения участкового врача. Вон откуда, для чего они. Они, по-моему, позвонили тогда. Ну и вот дальше все. По вызову номер 675. Подстанция, поступившая с 16-го, 11-го, 2016-го года. Ну, что тут? 21 час 19 минут. Видимо, в это время они к нам приехали. Ну и обслужен гражданин Лапкин, Ползунова. Тромбофлебит левой стопы. Ну, она, видишь, как поставилась. Дальше вопросик стоит. Вот ее никто не обвинит. То есть она дает на то, что ей показано здесь. Она говорит, а может быть тромбофлебит? Она второе говорит, подкожная рожа бывает так. Какая-то подкожная, не знаю даже. Так. И дальше. Рожиста. Так, что-то. Еще вот это. Левой стопой опять вопросительный знак. Вот как их научили делать. Ее нельзя ни в чем обвинить. Ну, а Виктор-то Николаевич. Отказ от госпитализации. Вот написано. Отказ от госпитализации. И она бумагу дала. На ней я расписался. То есть они меня хотели увезти. А если не примут, катись на все четыре стороны. Но это я уже не согласился. А куда же я пойду? Я наступить не могу. Ну, по-хорошему поговорили. Визиточки дал им. Сегодня утром приехал за мной Николай Крущина, который у нас был шофером, когда ездили мы по Турции в Португалию. И до этого он был, когда год назад, да, до этого еще, когда мы ездили. Замечательный шофер, дальнобойщик. Ему позвонил Виктор Андреевич, я думаю, так, Яковлев, наш врач общины, врач Краевой больницы. И тот приехал. Позвонил сразу он мне. Я за вами заеду. Я, ну, прямо, мне неприятно бывает, как за самого себя. Неприятно не от человека, а вот я к кому-то в тягость. Вот неприучены мы к этому. Ну, тут деваться некуда. Обычный. А я как-то проще, чтобы никто меня это не видел и не знал. Ну, получилось так. Он привел меня. Вот врач, что значит? А здание огромное, девять этажей. С какими завелюшками? Там такие лифты, там охрана. Ну, первоклассные просто. Все как отделано, под мрамор там. Ну, думаю, что там, наверное, не один миллиард ушел, пока построили. И вот вчера мне пишет или сегодня Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сообщите, пожалуйста, хоть кратко, как ваше самочувствие. Молимся о вас и переживаем. Дальше я сегодня выбрал места, писания, которые говорят о том, как важна молитва друг о друге. Ну, дали мне бумагу. Там больше выписали. Два рентгена все же прошел. Анализы разные. Там моча, кровь. Это уже не считает даже. Сколько меня разворачивали, прослушивали. Особенно заинтересовало, когда меня... Она мажет там прибор свой вазелином как бы, а потом по телу. Раздеться до трусов. Куда денешься? Разделся. И она теперь везде, везде, везде. И это какая-то аппаратура. Там прямо видно, что дорогущая. И она узнает про вены. Подозрения у них тоже, видимо, на это есть. Или нужно им это. Может, сказал Виктор Андреевич, я не знаю. И она мне дала лист. Ну, лист, если видно маленько. Сфотографирую, я его перевел. Он мелкий такой. Я сейчас его просчитаю в большей степени. Вот так. И вот, лист, с этой стороны. Я его пришел дома, перепечатал все это. Это видно документ, подписи. Печать я не ставит. Это у них как бланк, видимо, такое. Проведи. Ладно, сейчас я читаю. Я отвечаю ему. Если у Господа будет угодно, будем живы. То как только вечером, братья, придут с работы, мы можем составить видеоролик о путешествии в краевую больницу, девятиэтажку. И о всех анализах. И там будут фото. Пока не определили. То есть, какая болезнь, так меня не определили они. То есть, граната тромбофлебита нету. Это определенно. То есть, какая-то рожа там эта. Ничего этого нету. Это второе. О чем написал участковый врач здесь. Но она вопрос поставила-то. Дальше удар был. Ну и они, варианты разные. Пошел я, меня отпустили. Опять увезли домой. Нигде ни уколов, ничего не было. Но, сказали, это, видимо, что научивайте держать. И тут вот созвонились, ничего у меня было. Пока не определили. Ни одно из предложений тромбофлебит, подкожная, рожа, уши, перелом не нашли своего подтверждения. Прошел разные анализы и осмотр. Идет обработка материала, потом мне сообщат. Уже только чуть прихрамываю. И вот уже снова за компьютером и на молитве. Неплохо было бы каждый день после полного выздоровления ходить больше. Как, например, на мост через Обь. Чтобы была нагрузка на ноги. Несколько километров. Благодарю всех за молитвенную помощь и истинные переживания. Я это сказал. Это интересно. Дальше. Я говорю, а как гулять? Мне, если бы было летом, я люблю с собаками. Я возился много. Учился в уголовном розыске. Занятия были. А у Сергея в этот же день мысль такая. Игнатию нужна моя собака Ураган. А я выхожу, если бы мне был Ураган, как у Сергея. А он этого ничего не знает. А решает с той стороны мне дать Ураган. Ну, куда его здесь? Он в комнате, а сейчас 32 градуса мороз. Собаку-то решишь сразу. Никак. Только когда будет там уже плюсовая температура. Забот чересчур даже. Вчера скорая приехала, смотрели, дала бумажку, отказался ехать к ними. Сегодня, к москве утра, приехал шофер. Вот, врач он здесь. Четыре часа пробыл в больнице и уже дома. Я посчитал, во сколько пошли и во сколько меня привезли. Четыре часа ровно. Там надписи на кабинетах, что сотрудникам больницы без очереди. Похоже, что меня врач наш провел быстрее, чем в очереди. Два рентгена прошел, ступни и всего. Ступню так повернут, так. На каком лежишь там на столе у них. Она, держи ногу так. Ну, нога свернутая там как. Ну, а потом начинает, видимо, издалека, откуда она руководит, уходит, с другого кабинета. И вот этот, лежишь, а тебя трясет, как будто бы на платформе какой. Вот. И всего на другой пошли. Все на легкие. Анализы все сдал. Три ампулы крови взяли из моих мощей. Так жалко ее, голова закружилась. А вот такие ампулы, как вот я мизинец показываю, вот такие вот ампулы. Я смотрю, моя кровь-то... Никогда раньше я даже не видел такого заграничного оборудования. Раздели до трусов. Мажут каким-то как вазелином и слушают, как кровь в артериях и по телу течет. И пишут. А дальше вот как пишут. Триплексисное сканирование вен. Краевая клиническая больница. Отделение функциональной диагностики. Аппарат выполнения. Тут НД-11ХЭ. Фамилия моя. Плод мужской. Я мужской. Вот. Почему-то не плод. Видимо, что-то там написано-то. Или я думаю, что мужской. Пол. Пол, пол. Вот еще думаю. Никуда это уже совсем. Пол мужской. Какой плод? Это же не беременность плода. Пол мужской. Вот. И ДР. А дар-то я тоже не знаю, что такое. День рождения. День рождения. Правильно. Наименование показателей. В Экре я тоже не знаю. Справа 150. З. Берцовая артерия. Справа 160. Видимо, что-то меряют там они. Артерия справа. Ну, просто прочитайте. И заключение. ЛПИ. Берцовая артерия справа в пределах нормы. ВП берцовой артерии справа в пределах нормы П, здесь З стоит, а здесь П Здесь берцовая артерия слева в пределах нормы и справа Единица измерения миллиметра ртутного столба Результат Нижняя полая подвоздушная вены с обеих сторон проходимы Стенки не утолщены Патологических структур в просветении не определяется Поток синхронизирован с дыхательным циклом Все нормально Скоростные характеристики кровотока в пределах нормы Бедренная, она везде-везде-везде это все ставила и замеряла Все это перетягивали как-то Бедренная, одна перетягивает, а другая замеряет Бедренная, подколенные вены с обеих сторон проходимы Значит, тромб нету Стенки не утолщены Патологических структур в просветии не определяется Компрессивность вен сохранена Не знаю этого слова Поток синхронизирован с дыхательным циклом Скоростные характеристики кровоток в пределах нормы Берцовые вены проходимы Компрессивность сохранена Спонтанный кровоток по берцовым венам отсутствует При дистальной компрессии удовлетворительной Подкожные вены проходимы Патологических структур в просвете не определяется Компрессивность сохранена Вот как умеет говорить Подкожные клетчатки левой голени Лацируются Анехогенные линейные структуры Не связанные с магистральными сосудами Придающие сетчатке сетчатый вид Мне интересно Я лежал однажды в больнице И операция Просто неохота, чтобы люди знали Это операция такая тяжелая Я говорю, врачу, вы как-то напишите Он говорит, я напишу Говорит, никто не просчитай Написал И спрашивает, кто А что было, где было, где резали Ну, операция была с разрезанием И я просто не хотел Ну, и он так и сделал Заключение Признаков тромбоза в системе нижней пола и вены Не обнаружено УЗИ, значит Признаки отека подкожные клетчатки левой голени О! УЗИ, значит, показало признаки Выполнила Кто? Шульгина Людмила Эдуардовна И другие участники услуги Медсестра ШТМП Как будто патриархийная Стрельникова Ольга Валерьевна Дата на сегодняшний день Только вернулся А тут участковый врач из центрального района Города Барнаула, где я живу И судя по тому, как она со мной разговаривала Похоже, что это Надежда Васильевна Жена Тут развела обычную свою деятельность По спасению меня Когда я в опасности Кое-как отбился Никак прямо надо заводить карточку Я говорю, я никогда не хожу в больницу Надо Довольно взяла в руки бумажку А потом не дает Я говорю, бумажку-то мою положите Но я не рассмотрел Рядом там моя бумажка и ее Я ее бумажку ухватил И она говорит, это моя бумажка Я вижу, она уже не очень тут охота ее видит Я говорю, у меня все здорово Ну смотрите, что бы мне там сделал Какой врач Цифры одни, что значит Ну и вот А мне говорят, это не так А теперь я увидел Плохо читал Вот эта бумажка Скорая помощь Они, видимо, позвонили Центральный район, где я живу Чтобы они пришли Я гляжу Она на машине приехала Надежда Васильевна завтра допрошу Благодарю всех за молитвы Проболела моя нога По полной программе Только полдня Вот смотрите, как я хожу сейчас Совершенно свободно И как будто никогда не болел Еще пришел Хромал Еще полдня прошло Уже ничего нету Врачи так и не определили Но я сказал У меня было вот здесь Вот воспаление нерва И теперь они решили Что, видимо, и там Еще сняли раз там Теперь я считаю Потому что Все говорят Иди к врачу Иди к врачу Ну не грех ходить к врачам Ну Рухлять Ну что тут лечить-то уже Ремонтировать надо молодых Я говорю До 60 лет А мне уж 77 Вторая параллель Помимо 16-12 Сделал Сааса Болен ногами Прямая На 39-м году Царствования своего А у меня 39-й год рождения И болезнь его Поднялась до верхних частей тела Но он в болезни своей Взыскал не Господа А врачей А почему нельзя От Господа молиться И взыскать врачей Ян Затаус Когда составил ссылку Он говорит Третий том Творение его Я искал лучшие лекарства Там лучших врачей Я вот взял из священного писания Святой Библии Дальше смотрите Приветствует вас Лука Врач возлюбленный Идимас Значит у апостола Павла С собой был врач И повелел его Си слугам своим врачам Бальзамировать отца его И врачи набальзамировали Израиля Так говорит Господь Проклят человек Который надеется на человека И плоть делает Своей опорой И которого сердце Удаляется от Господа Я вот хотел Как раз здесь остановиться И сказать У меня там встреча была Интересная Это уже лет Двадцать наверное Я сейчас не знаю сколько Ну где-то Может быть Восемнадцать Мне делали операцию На спине Грыжу вырезали С позвоночника У меня тяжелых Тяжестей Там рельсы Шпалы Там еще Так и не таскали И раздавило их Этим грузом Когда где-то что-то Мухлюет В руки Не тянут Прижмутся все А ты Тянешь все на себе Тяжелая была операция Там Столб Нервов идет И делал мне Кто-то Кандидат Медицинских наук Долженко Значит Дмитрий Андреевич Сахаров был Андрей Дмитриевич И он оказался В больнице Теперь он Профессор Доктор Медицинских наук Вот я как раз Хотел сейчас Показать Вот я был рентген Как мне делали Посмотри Ну многое не засняли Виктор Андреевич Работал в батарею Ему нельзя было прийти Нельзя было прийти Вот смотри теперь Рентгенокабинет Где легкие проверяли А потом отсюда Я должен был уцепить Все за эти И так Она говорит Крестик мешает Ну я бы зубы взял его И все засняли Вот он аппарат Но как я лежал На той платформе Виктор Андреевич Там не заснял Ну не заснял И не заснял Вот это Как было И вот С этим профессором Мы встретились Вот он Долженко Очень удивлен был Когда я ему рассказал О наших поездках Он руками-то сплеснет И прям обнимет И он Хороший очень И сделал Он съездил с женой В Потеряевке был А когда Я ему сказал Говорю А если бы мне заснять Как мне операцию делали Он говорит А что же не сказали Ну тогда Видя аппаратура Это уже была Вот видите как Иногда боятся Что-то Он не боится И уже это Нас ближе сблизило Вот у него Там где-то Видимо кабинет Там еще дверь открывается Оттуда он вышел Это может быть Приемная у него Есть где-то Очень хороший человек Профессор Когда мне операцию сделали Он говорит Вас Я быстро очень выздоровел А другие там Все на четвереньках стоят И поехали Я в Санкт-Петербург Так я говорит Об этой операции И другим еще рассказывал Видите как Ну и еще дальше А вот осмотр Моих мощей Написал я Так лежать Намазывает Подставляет Ну тут Я уже в этих Не в одних трусах Это у меня Ну как трико Или как сказать Вот И еще Это анализ крови берут Вот она начинает Видишь Перчаткой берет А вторая Перетянули руку Я как глянул А вон там у нее стоят Сколько их Я говорю Да куда столько Раньше было Возьмут Мазки Мазок сделать На стекло А здесь гляжу Еще вот кровь Моя кровь Ампулу набрала Берем вторую Третью Я чуть не сказал Что же это вы делаете Без ножа зарезали Это мне сколько дней Надо кровь восстанавливать Спрашивали Какой рост Какой Ну я сразу Отрапортовал Метр семьдесят два Шестьдесят четыре Килограмма Кровь Резус Положительной Первой группы Ну вот так Вот Многое не сняли Но там Самое интересное Где вот эти Вот эту бумагу дали Там столько аппаратуры И она все везде намажет Та перетягивает И мое сердце колотится Как бульдозер Какой идет Вот Я сейчас дальше Продолжу рассказ Ева говорит Тринадцать четыре А вы сплетчики лжи Все вы бесполезные врачи Сплетчики Придумывают что-то Вот на меня Это бесполезные врачи Они не меня судят За мной ничего того Не числится Что они говорят Я Мне радостно То что Господь Скрыл меня И они не видят Марка Услышал сие Иисус Говорит им Нездоровый Имеет врачу Нужду во враче Но больные Не сказал Что больные Не должны лечиться Некоторые уже Начинают к тому Что вот вы На Бога-то надеетесь А к врачам идете Я на Бога надеюсь На их в автобус сажусь Я на Бога надеюсь И в самолет сажусь На Бога надеюсь И деньги плачу за хлеб А Бог может все это сделать даром Я пришел призвать Не праведников Но грешников к покаянию Марка Много потерпела От многих врачей И стащила все Что было у ней И не получила Никакой пользы Но пришла еще В худшее состояние Вот такие врачи Врачи Берут деньги Пытаются лечить И не знают Какая даже болезнь Я не про врачей Наших говорю В Греции было Если глаз делал И глаз вытек Смертная казнь была врачу Смертная Так что Это серьезно было Откровение Кого я люблю Тех обличаю И наказываю И так будьте Ревностен И покайся Я каюсь Это наказание Кого любят Тех обличает И наказывает Это любовь Божия Это не просто Болячка какая-то Любовь Он прощает Все беззакония Твои И исцеляет Все недуги Твои Бог Я молюсь И за врача Я лежу Они мажут А я лежу Молюсь Молюсь за них У нас с Серафимом Гавриловым Ей сейчас уже 90 лет Там взяли И операцию Ну что там Вырезали у нее Что-то там у ней было И она говорит Я буду молиться И молиться за врача Так врач Всем в больнице Это Мамонтовский район Где она потеряет Рассказывает Вот бабка какая Исход 23 Служите Господу Богу вашему И он Благословит Хлеб твой И воду твою И отвращу От вас болезни От Бога это Ну иногда бывает От невоздержания Человек заболел Наркотики было Или заразными женщинами Знался эти Венерические болезни Елисей заболел Болезнью От которой потом и умер Других исцелял А себя не мог исцелить И пришел к нему Иасарь Израильский Плакал над ним И говорил Отец мой Отец мой Колесница Израиля И конница его У самого конница А его называют Конницей Второе Параллепоминон Тебе Тебя же Тебя же Болезнью 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 Сильную Болезнью Это для меня отрада. Вчера-то я не знал, тромб оторвется, даже до утра не хотели ждать. Меры какие-то принять, то ли там разжиживает или что-то. Мне ни укола не сделали, ни таблеток не дали. Я только позвонил Виктору Андреевичу, не думай покупать. Я в рот не возьму, я уже здоров. Ну еще там больно, но уже хожу даже не хромаю. Или он вразумляет болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. Боль в костях, вот Бог вразумляет, Ел говорит. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Постель. Я спал вчера отлично, да и сегодня так же думаю уснуть. Псалом 89 дней, лет наших 70 лет. А при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их. Труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Труд и болезнь. И в это время, когда работаем до пенсии, самая лучшая пора. Молитва языки царя иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Вот 9 стих, он до 13-го молится, посмотрите как, ну я маленько взял. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою, оторвав погибели. Бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо ни преисподняя славит тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни не шедшая могила уповает на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец, возвести детям истину твою. И вот мне еще тронуло то, что сколько людей выходят в эфир, по телефону звонят, по стационарному. И издалека, издалека советы дают. Вот выставил ролик один, под ним уже сколько отзывов. Даже не знаешь иногда. Вы еще живите, вы духовное тесто мое. Даже это Райхан, теперь она Рахиль. Что вы пьешь-то о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Вот из-за чего. Может, не веду мои грехи? Я прошу у Бога прощения. Господи, прости меня. Иеремия 45, 3. Ты говоришь горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я из немог от вздохов моих и не нахожу покоя. Иисус услышал, что сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да и прославится через нее Сын Божий. Я сегодня там говорил, визитки раздавал. Никто не, бывает, иногда не берут где-то, а это все взяли. Меня просто удивило, с какой любовью они относятся, говорят. Что-то со мной возится-то. Когда я был на психиатрической экспертизе, судебная экспертиза называется, преступника подсылают, ну а я-то подозреваемый. Ну и там уголовники, убийцы, там просто страшно сказать кто. В основном это убийцы. И вот дают им есть, все это на кровати, у каждого своя клееночка на нее приносят. Дают, заботятся, лечат. Я до того удивлялся, это мне в характеристику записали. Он говорит, удивлялся искренне тому, что с такими преступниками так ласково относятся. «Откровение 21.4. И отрет Бог всякую слезу сочей их. И скорби не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло нам обещанным». Пишет Дмитрий Сорокин. «Игнатий Тихонович, родной, любимый, буду за вас молиться Богу, чтобы он оставил вас еще хотя бы на один десяток лет с нами. Вы нам очень нужны». Он из баптистов пришел в православие. «Хочу вас еще застать в деревне, когда мы туда переедем, и пожить с вами хоть немного, поучиться у вас хоть к немногому». «Моя жена уже готова принять крещение, но в деревню пока никак не хочет. Все идет благодаря Богу и вашим молитвам. Вы как-то сказали, что ее будет умудрять Дух Святой, когда она пройдет крещение. Так что скоро будем с вами вместе. Если вы вдруг уйдете раньше времени от нас, я буду жаловаться на вас небесным властям, и вас вернут обратно так, что уповая на ваше благоразумие». Вот еще как. Видите, я бы стал показывать, где в интернете, вот у нас стоит ролик один, я сейчас поставлю второй, он называется так. «Это все сигналы, это смерти трубы». Вот я сейчас открываю, показать. Я тут тоже сделал два отзыва. Вот это, что сейчас засчитывал. И тут, вот называется она так. «Это все сигналы, это смерти трубы». А что это такое? А вот что, считать дальше. Березов, прочитайте сами. «Как человек заключил со смертью условия. Ты должна сказать мне раньше о конце. Как начнет под старость угасать здоровье, угасать румянец на моем лице. Хорошо сказала смерть ему на это. Все твои условия я могу принять. Должен ты трудиться и зимой, и летом, как слуга Господний, а не злобный тать». Ну и дальше, если можно, выстави это. Там наклоняться, смотреть трудно. Как человек жил, суетился, смерть пришла. Ну вот пока был конец. Смерть упрекает его, что неразумно поступил. Вот. Ну и вот так написал Родион Березов. Вот Сергей, парализованный во славу Христа. Игнатий Тихонович, вам нужно сделать выбор. Врачи смогут поддержать. Нужно полежать и прокататься, почистить сосуды. Прокататься. Ну ничего не надо. Зачем буду чистить, когда все чистое уже? Он не знал, еще сказал. Благодарю, Сергей. Прокапаться имею в виду. Прокапаться. Капельницы, наверное. Капельницы. Я думал, прокапаться. Ну не вижу, вот видишь, какое тесто. Прокапаться, прости, пожалуйста. Сделать выбор. Тут не напишет. Одно. Похоже на подагрический приступ. Я говорю, так я еще помещик какой-то. У помещиков жаловались на подагру в мертвых душах у Гоголя. Сдать анализы крови взяли. Биохимия. На наличие мочевой кислоты взяли. Здоровье, Игнатий Тихонович, нужно потерпеть. Человек ко всему привыкает. Даже начинает любить свою болячку. А и вы полюбите. Константин пишет. Игнатий Тихонович, живите как можно дольше, не болейте. Пожалуйста, согласитесь, наличие вы нам нужны. Раз, два, три. Три. Три, вот это четвертая, вот это я писал пятая. Пятая. А тут написано 15 комментариев. А где остальные 10? Не было, я пришел. Без меня поставили, братья. Прихожу, внутри, ну, 10-то нету, а третья часть. Или ошибка какая-то, или не... Ну, может быть, это вот так, если сделать новое, найти. Нет, еще ни нового нету. Вот они все. Ага. О, вон оно открылось. Вот так. Сергей парализован. Это сердечное или точечное? У меня так часто бывает. Почечное. А? Почечное. Точечное. По, почечное. Почечное. Ну, я не вижу это. Надежда, тишь. Игнатий Тихонович, не пугайте нас, лечитесь, пожалуйста, мы вас очень любим. Господь наш Иисус Христос заблагословит вас и дарует еще пожить для нас. Елена. Игнатий Тихонович, пусть Господь вас бережет. Не перетруждайтесь. Ну, спаси Христос, которые знали, молились. Ну, я здоров. Теперь, если кто помнит, просили, поблагодарите вместе со мной Господа Бога, что он услышал молитв. Вот сегодня утром поставил. Для нас 208. Это уже хорошая цифра. Люди, которые были. Ну, и все на этом. Я обещал сказать, как было. В больницу больше меня не повезут. Виктор Андреевич там все эти бумажки, это я попросил откопировать. Он говорит, я сделаю это без денег. Вот так. Все. Давай сейчас я его поставлю.